Здравствуйте! Вы смотрите канал Максимадзе и сегодня мы продолжаем изучать знаки ПДД. Знаки, которые мы можем всегда увидеть на улицах нашего города и не только. Дорожные знаки, которые помогают нам с правилами ПДД, не нарушать их. Короче говоря, в прошлый раз мы с вами проходили предупреждающие знаки, знаки приоритета, запрещающие знаки, предписывающие знаки и знаки сервиса. Заняло все это целых 50 минут и сегодня мы пройдем то, что у нас осталось. Знаки особых предписаний, информационные знаки, знаки дополнительной информации и формации. Да, орфографические ошибки, черт возьми, неизбежны. Знаки особых предписаний, давайте начнем. Вот эти оставшиеся, в них больше всего знаков, больше всего вопросов. Короче говоря. Так. Конец зоны с ограничениями стоянки по времени. Конец зоны с ограничениями максимальной скорости. Конец зоны с ограничениями минимальной скорости. Ну вот судя по тому, что здесь белый фон, наверное, это типа запрещающий был знак, который делает ограничения на максимальную скорость. Наверное, вот этот вариант. так дополнительная полоса для грузовых транспортных средств дополнительная полоса только для легковых транспортных средств начала полосы так но здесь грузовик он на запрещающем знаке нарисован видимо это запрещение туда грузовых машин дополнительная полоса для грузовых транспортных средств хотя тут ничего про запрещение на не написано наверное все таки это дополнительная полоса именно для грузовых транспортных средств давайте нет это начало полосы знак начала полосы блин ну типа вот здесь вот эти черточки они как бы начинаются отсюда идут туда дальше получается получается правильно но грузовик вот этот в заблуждении нас немного ввел так дети нет это не дети школа жилая зона вот это это по моему это жилая зона точно так этот знак вообще зеленого цвета дорога для автомобиля пересечения с мостом я скорее всего я я я думаю что это автомагистраль автомагистрали вот как раз таки вот действительно большая дорога прямая и встречная и там не мост сверху это как раз таки действительно автомагистраль так конец полосы для велосипедов конец дороги для велосипеда движения велосипеда запрещено конец ну наверное дороги все таки нет полосы ну тут непонятно дороге или полосы ни дорога не полоса не нарисована тут непонятно абсолютно знак который как бы не по не до конца понять вот в чем прикол липецк въезд в липецк начало города начала населенного пункта ну обычно вот толмачева например или новоселова или какого-либо другого сила лесная я даже я даже видел над на каком-то видео хирота написано ну это такая река в сочи протекает хирота какая-то протекает ну в общем эта табличка всегда обозначает начало населенного пункта направление движения по полосе тарань справа будет какое-то странное название для знака и вообще неужели можно кого-то таранить конечно нет объезд препятствий справа но это видимо направление движения по полосе ну да потому что объезд препятствий увидеть так преимущество движения грузовых транспортных средств направление движения по полосам движение грузовых транспортных средств запрещено наверное направление движения по полосам точно снова направление движения по полосам так если так конец жилой зоны конец пешеходной зоны ну да это получается конец пешеходной зоны потому что но жилая зона там более большой знак с куча рисунков пешеходной зоны и вот вот эта звездочка по моему обозначает что конец этой пешеходной зоны только по выходным дням вроде бы так остановка автобуса остановка маршрутных транспортных средств въезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств не ну это не не остановка выглядит не так остановка маршрутных транспортных средств выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств это выезд на дорогу скрещу да так снова выезд на дорогу так это это конец конец поселка городского типа орлова но это населенный путь наверное фиг знает до населенного пункта а это здесь стоянка запрещена с 7 до 19 00 вот я как раз таки уже говорил про в одном раз в рассуждал над одним вопросом с предыдущего видео движение пешехода запрещено и там был вариант с 18 до 22 часов надо чтобы снизу было написано за 22 18-22 часа в этом случае стоянка запрещена 7 до 19 а нет зараза нет зараза все таки не но не но не на самом деле смысл тот же смысл тот же но знак называется именно зону с ограничениями стоянки но конкретно что здесь написано это вводит заблуждение этой это абсолютно тот же смысл абсолютно тот же смысл так стоянка разрешена так но на этот вариант не смотрим если если нажму опять будет написано что неправильно конец зон с ограничениями стоянки вот то есть был вот такой теперь стал вот такой вот сразу же следом за ним забавно выезд из кармана въезд на полосу с односторонним движением мне кажется хотя подождите вот смотрите вот видите вот начало вот здесь черточки вот эти были то есть туда идет а тут уже выходит наверное конец полосы движения о точно 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 вот правильно сейчас подумал вот это было правильно конец полосы для маршрутных транспортных средств конец дороги для вот здесь вот опять либо дорога либо полоса я не в курсе давайте преддавайте выберем полосу но все-таки угадали хорошо велосипедная дорожка велосипедная дорожка слева дорога с полосой для велосипедов тоже хороший вопрос на самом деле давайте полосу для велосипедов угадал такси здесь полоса для движения легковых такси на днях но нет это место остановки легковых такси именно а стоянки нужно здесь же не написано п остановка это обычная буква п то есть кое стоянка это буква п у нас обычно анус а нет п это парковка но парковка и стоянка это тоже почти одно и то же в этом случае стоянка но здесь букву п и даже короче немного странно это немного и странно так конец дороги для легковых автомобилей да да наверное для легковых а может просто для автомобилей просто для автомобилей все таки направление движения по полосе обязательный поворот налево место для разворота направо разворот направо это такого быть не может так направление движения по полосе наверно точно этот знак знает каждый пешеходный переход называется он так расширение полосы с рекомендуемой скоростью начало полосы с ограничением скорости начала полосы начала полосы потому что вот черточки опять эти пошли так конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств конец дороги наверное с полосой точно это реверсированное движение называется когда вот так вот как ты я не помню точное определение но это реверсированное движение конец жилой зоны маршрутное транспортное средство это у нас дорога для маршрутных или или полоса дорога ли полоса наверно полоса так конец полосы движения дорога с полосой для маршрутных транспортных средств дорога для маршрутных транспортных средств может быть с полосой наверное с полосой с полосой конец реверсированное движение так конец автомагистрали единственный зеленый знак кстати среди дорожных знаков точнее их два оба проавтомагистраль конец дороги способен велосипедов движение налево вес на дорогу с настройки движениям и виски движение налево это нет сознасторонним движением не особо это только форма отличается знак это как-то немного короче это немного странно было тоже парковка вот это знак парковки уже только здесь парковка легковых автомобилей зона регулируемой стоянки наверное вот это нет зона регулируемой стоянки просто тут как-то типа стоит что неровно стоянка стоянка написано стоянка не парковка так что в тот в том где я неправильно нажал там один и тот же смысл был дорога для велосипед для велосипедистов полоса для велосипедистов наверно полоса так это место остановки автобуса или троллейбуса это по-любому так въезд запрещен нет этот знак кирпич конец населенного пункта но это но распечатано значит конец населенного пункта велосипедная дорожка справа преимущественно велосипедного движения выезд на дорогу с полосой для велосипедистов до полоса для велосипедистов так выезд на дорогу с иностранным движением подожди чай лент так в этот раз надо было выйти так 40 вопрос так движение направление движения по полосе дорога с односторонним движением наверное раз у стрелки там так показано дорог с односторонним движением точно конец дороги с иностранным движением так конец зон регулируемой стоянки начало населенного пункта дорога для автомобилей так полоса с велосипедистами начало полосы а вот это уже поинтереснее направление движение по полосе наверно точно угадал так это трамвай пересечении с трамвайной линии на но в этом случае место остановки трамвая я думаю точно так опять конец населенного пункта так этот знак знает каждый и говорю я это уже дважды дважды этот знак у нас уже появляется пешеходный переход так пешеходная зона жила нет нежилая зона пешеходная зона это причем только по выходным дням судя по всему судя по этой звездочке красно насколько я помню она именно выходные не обозначает направление движение по полосам направление движения по полосам а по дорогам направлении разворотов по полосам по полосам наверное да зона с ограничениями максимальной скорости 2 так направление движения по полосе реверсированная зона реверсированного движения это выезд на дорогу с реверсированного движения ну блин ну тут ну тут и зона могла бы быть на самом деле хотя наверно зона вы тогда сверху было написано табличка так на опять начала населенного пункта искусственная неровность было у нас уже это предупреждающих знаках спуск направо это направление движения по полосе опять вот это уже интересно это число полос движение прямо число дорог число полос наверно так направление движения по дорогам параллельное движение начала по наверное вот это нет сначала полосы но здесь никаких черточек просто не было поэтому я не понял двухсторонние движения но наверное здесь движение по полосам опять пойдет начало полосы так восемь неправильных ответов всего было 62 вопроса очень много не так ли здесь я неправильно ответил неправильно понял рон зона реверсированного движения но тут тоже я немного не допонял здесь здесь я немного и в заблуждение вело здесь тоже немного заблуждение вело уберись убирайся фигня ну и здесь тоже немного заблуждение а здесь ну да я ошибся по названию здесь конец дороги но тут непонятно было дорога или это или полоса так ладно переходим следующей теме информационные знаки их тут 53 тоже много но это меньше все таки указатели расстояний то есть зеленоград через 23 километра по моему что ли указатель расстояния объезд так движение прямо только в рабочие дни нет вот наверное нет направление объезда наверное направление объезды потому что я не знаю как обозначается только в рабочие дни направление движения транспортного потока транспортный поток предварительный указатель направлений наверное вот это а вот такой знак я не видел даже никогда вообще нигде никогда такой знак не видел схема движения я так понимаю точно м10 наверное номер маршрута это снова это тоже номер маршрута тогда взлетной полосы 3 метра но и стрелка показывает туда возможно возможно указатель направление до . направлении так движение прямо запрещено объезд моста схема объезда аварийный выход аварийный выход это я точно знаю это разворот разворот налево разрешен зону для объезда место для разворота так это снова аварийный выход так это опять схема наверное или направление объезда указатель направлений может быть да правильно так предварительный указатель построения перестроение в другую проезжую часть направление объезда так указатель направлений движение транспортных средств только прямо поезд на дорогу с односторонним движением грузовых транспортных средств возможно вот этот вариант нет первый раз ошибся все-таки грузовых автомобилей коломна рязань самара предварительный указатель направлений так указатель направлений тоже до пешеходной дорожки так нет это к аварийному выходу направлений парковка так номер маршрута так указатель направлений это знак который обозначает что тупик здесь такой знак у меня в деревне кстати есть прямо рядом с моим домом там такой там такие трубы короче стоят сверху над аркой там над ними знак тупик то есть дальше нету проезда вернее этот знак там висел раньше пока там не сделали дорогу сейчас у меня в деревне там сделана дорога там дальше дома даже куча с постройками это раньше там ничего не было там была просто трава и действительно был тупик а сейчас там сделали дорогу и это знак этого знака там сейчас вроде бы как нет и не должен быть это знак подземный пешеходный переход номер маршрута так наименование дома наименование улицы в улице они от объекта на ладно тут нужно а вот такой знак тоже никогда не видел полоса для аварийной остановки тупик может аварийная остановка да я просто такой знак тоже не видел поэтому порой по логичности выбрал указатель направлений у меня уже язык устал есть часа говорить и так снова указатель направлений указатель направлений километровый знак направление объезда выезд на дорогу со встречным движением предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть движение по встречной полосе так 32 это 32 вопрос у нас предварительно указатель вроде бы так это снова тупик это знак парковки кстати играл в игру дома дома он кабу пдд давно играл вот сожалению я не смог не доиграть до конца потому что начиная с windows 7 там перед одним заданием игра просто вылетает дальше я даже не знаю что там будет и там просто вылетает никак на других системах более старых я запустите не могу потому что у меня нету их был мук на windows вести даже видео про это делал но там все тормозило я ничего там не запустил там короче был маленький автомобильчик который не знал что это был за знак и блин это такая шутка прикольная получилось а это что за знак говорит а это что за знак это наверное знак что здесь можно порычать да блин это блин это просто просто прикол блин так это опять предварительный указатель направлений сколько же их тут а движение грузовых автомобилей только направо направление движения грузовых автомобилей так движение только прямо номер маршрута предварительно нет указатель направлений до снова тупик Да, именно вот этот знак Висел у меня в деревне Потому что там никаких поворотов не было Именно этот знак там был Так, наименование объекта Номер маршрута Как я уже устал отчет Те же знаки называть Так Блин, я случайно не туда нажал Уже засматриваюсь, блин Так, наверное, рекомендуемая скорость Потому что, ну Ограничения, они круглыми знаками Обозначаются Так, стоп-линия Стоп-линия обычная Ставится под свет Чаще всего ставится под светофорами Под теми светофорами, где Обязательно надо остановиться на красный свет Просто бывает светофор, где нет такой таблички Там ничего А сильно страшно, если проешь на красный Но такие светофоры рядко встречаются Россия Как я люблю Россию Но это, короче говоря Так, рекомендуемая Общая Наверное, рекомендуемая скорость Нет ограничения максимальной скорости Все-таки Ну, вообще-то логично, на самом деле Что там круглые красные знаки Указатели расстояний Указатели расстояний Указатели расстояний, да Направление движения для грузовых автомобилей Так, это снова Это надземный пешеходный переход Потому что тут ступеньки идут вверх Номер маршрута Зоны для разворотов, наверное Так, аварийный выход Предварительный указатель направлений Так, неправильных ответов 4 Неправильно 49 Здесь я Немного не подумал Нажал Здесь тоже Засмотрелся Не нажал ни туда Это Здесь наименование объекта Тут я неправильно Название знака обозначил Ну и все Сейчас, секунду Опять меня отвлекают Короче На сегодня снова закончим У меня уже язык устал говорить Я просто записываю Второй выпуск сразу же После первого Перед третьим Последним выпуском Придем, как мы Вот этот возьмем Там максим Там 67 знаков Я уже сегодня не смогу В следующий раз Надо мне отдохнуть Прежде чем третий выпуск записывать Так что на сегодня все С вас и господписов За меня эпичный видос Подписывайтесь на Стрельский канал Сподирую вконтакте Изучайте ПДД Знайте правила И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok